Катаракта. В случае катаракты хрусталик глаза теряет свою прозрачность. Хрусталик глаза – это двояко-выпуклая линза, которая находится за зрачком, собирающая фотоны, попадающие на сетчатку, а также отвечающие за фокусирование на объекте. Если хрусталик равномерно мутнеет, то пропускает меньшее количество фотонов и, как следствие, зрение постепенно затуманивается с возможным искажением цвета. Если же только часть хрусталика теряет прозрачность, источники света могут причинять боль, в особенности в темное время суток, например, при вождении автомобиля. Если же мутнеет центр хрусталика, возможно возникновение эффекта раздвоения объектов. Хирургическое лечение Лечение катаракты всегда предполагает хирургическое вмешательство, поскольку требует замены хрусталика глаза. В большинстве случаев операция проходит следующим образом. В начале операции в переднюю камеру глаза вводится вязкоэластичное вещество, которое защищает ткани глаза, в особенности роговицу. Затем хирург частично удаляет переднюю капсулу хрусталика, выполняя то, что называется капсулорексис. Используя ультразвуковую факуэмульсификацию, хирург измельчает и удаляет внутреннее содержимое капсульного мешка хрусталика. В капсульный мешок, где ранее размещался хрусталик, вводится интраокулярная линза в сложенном состоянии, которая самостоятельно распрямляется внутри глаза и надежно фиксируется. Искусственный хрусталик рассчитывается для каждого пациента индивидуально, с помощью различных приборов. После операции. После того, как вы покинете клинику, вам необходимо закапывать глазные капли. Какие это будут капли, как часто и как долго их капать, должен решить ваш врач. Зрение будет улучшаться первые же дни после операции. И в подавляющем большинстве случаев через 2-3 недели можно будет выписать необходимые очки. После операции вам можно будет смотреть телевизор, наклоняться. Ограничивать вашу обычную активность не потребуется. Рекомендации на 15 дней. Тем не менее, вам придется соблюдать 3 основных меры предосторожности в течение 15 дней после операции. Во-первых, ничто не должно касаться ваших глаз. Прямой контакт может привести к различным усложнениям. В этой связи рекомендуется ограничить занятия спортом и надеть защитные очки, которые не дадут детям потрогать глаза их бабушки или дедушки. Во-вторых, не раздражайте глаза. Будьте осторожны при использовании шампуни и мыла. Воздержитесь от похода в бассейн. Наконец, избегайте всех источников инфекций. Избегайте простуды и инфицированных людей. Глазные инфекции – это очень серьезное осложнение, которое требует срочного лечения. Если ваши глаза покраснели, если вы испытываете боль в области глаз или внезапно потеряли зрение, немедленно обратитесь к хирургу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...